Закажите любимые блюда из ресторана Прайм с доставкой. Прием заказов ежедневно с 11 до 19 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. И вновь прибавление зараженных. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Более 200 тысяч масок и карты контактов учеников. Министр образования Нижегородской области на пресс-конференции рассказал об особенностях проведения ЕГЭ. Общежитие станет многоквартирным домом. В конце года квартира получит 30 очередников. Далее расскажем по всем подробно. В Пекине со среды вводятся частичные ограничения на перемещение людей из-за вспышки коронавируса на крупнейшем автовом рынке города. Жителям районов с высоким уровнем эпидемиологической угрозы запретят покидать столицу. Остальным горожанам рекомендовано без острой необходимости не выезжать за пределы города. В случае наличия таких обстоятельств они должны будут предоставить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, пройденном не ранее, чем за 7 дней до поездки. Два международных аэропорта китайской столицы сообщили об отмене более 900 внутренних рейсов из-за вспышки, хотя количество инфицированных не так велико. За минувшие сутки было выявлено более 40 новых случаев инфицирования COVID-19 и несколько бессимптомных носителей. В России за последние сутки выявлено более 7800 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Всего в стране зафиксировано свыше 550 тысяч зараженных. С начала пандемии в России от коронавируса скончались 7478 человек. Более 50% жителей Нижегородской области от общего числа заболевших коронавирусом выздоровели. За последние сутки выписано 373 человека. В рейтинге по числу выписанных пациентов регион находится на четвертом месте, но в области продолжают фиксировать новые случаи заражения. Общее число заболевших достигло 14 648 человек. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе составил 0,83. От коронавируса скончались еще четверо жителей области. Число летальных случаев достигло 179. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями. Губернатор Нижегородской области Глеб Никетин подписал постановление об отмене карантина в городе Выксе. В регионе продолжает действовать карантин на трех территориях – в Дивееве, Павлове и Кулебаках. В Сарове снова увеличилось количество зараженных. С начала пандемии в нашем городе зафиксировано 322 случаи заражения коронавирусом. 110 человек выздоровели. 212 саровчан еще борются с болезнью. 34 горожанина госпитализированы в инфекционное отделение клинической больницы номер 50. 8 лечатся в Приволжском окружном медицинском центре. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще двое находятся в инфекционной больнице номер 23 Нижнего Новгорода. Кроме 50 развернутых уже ковидных коек, и к ним еще 40 инфекционным, подготовлены и оснащены на сегодняшний день еще 40 коек. Поэтому и все анализы, и вся госпитализация, вся маршрутизация больных рассчитана не от количества коек, а от того, в каком состоянии и в какой форме протекает заболевание. Ирина Игнатьева обратила внимание саровчан на то, как надо надевать одноразовые маски, так как многие носят эти средства индивидуальной защиты неправильно. Надеваем обязательно таким образом, чтобы она закрывала и нос, и рот, и на подбородочек, и на нос. На носу обязательно делаем таким образом, чтобы воздух не ходил вдоль щек и не выходил ко глазам. И людям, которые так же, как и я, носят очки, еще периодически очки специальными влажными или дезинфицирующими салфетками протираем. Меры профилактики коронавирусной инфекции остаются прежними. Ограничить контакты в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами. В России предлагают сократить новогодние выходные. Глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил Минтрут законопроекта сокращения новогодних каникул в 2021 году. Планируют сделать нерабочими дни только с 1 по 3 и 7 января. По мнению инициаторов, это необходимо для компенсации нерабочих дней в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. В официальных группах Канал-16 в социальных сетях мы спросили горожан, согласны ли они с сокращением новогодних праздников. 65% опрошенных отнеслись к этой идее отрицательно. Четвертая часть респондентов согласилась с этим предложением. 10% участников опроса нажали на кнопку «Мне все равно». На 20% больше обычных наблюдателей на ЕГЭ и в 5 раз больше онлайн-наблюдателей. Об особенностях проведения единого государственного экзамена в 2020 году в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации рассказал министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин. Пресс-конференция прошла в онлайн-формате в сообществе «Образование 52 ВКонтакте». В этом году ЕГЭ начнется с тренировочных мероприятий. 29 и 30 июня педагоги будут проверять технику, тестировать цифровые и электронные системы, в том числе и видеонаблюдения. Детей к этим мероприятиям привлекать не будут. Основной период ЕГЭ пройдет с 3 по 23 июля. 24 и 25 июля – это резервные дни. Кроме того, с 3 по 8 августа запланирован дополнительный период. Возможность для тех детей, у кого по основному периоду совпали предметы, или тех, кто не смог сдать экзамен по уважительной причине в основной период. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, самый массовый экзамен по русскому языку будет проходить 2 дня. В этом году этот предмет сдают 12 700 детей. Всего экзамены будут сдавать более 13 300 школьников. Начиная с 22 июня совместно с органами Роспотребнадзора и Минздравом каждый день будет вестись карта контактов. Детей и педагогов, контактировавших с коронавирусными больными, к экзаменам не допустят. Для данных детей, ну, организаторов, понятно, мы просто меняем на резерв, который у нас, в принципе, обеспечен в достаточном количестве. Для абитуриентов это возможность в дальнейшем сдать экзамен в резервные дни или в дополнительный период. Сама процедура сдачи единого государственного экзамена тоже будет иметь некоторые особенности. Увеличили количество аудиторий, в которых будут проходить экзамены. Это связано с соблюдением социальной дистанции в кабинетах. В пять раз больше станет в этом году онлайн-наблюдателей. Увеличит и количество организаторов ЕГЭ. Всего предполагается, что у нас в организаторах будет задействовано более 6 тысяч педагогов. Это примерно на 1100 человек больше, чем у нас идет обычно. Сергей Злобин попросил родителей обратить внимание на состояние здоровья их детей. Если ребенок плохо себя чувствует, не надо рисковать, так как есть возможность сдать ЕГЭ в дополнительный период. Пресс-конференция проходила в официальном паблике Министерства образования, науки, молодежной политики Нижегородской области ВКонтакте. Поэтому все желающие могли задать вопрос министру и получить подробный ответ. Елена Грязкова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. День памяти и скорби пройдет в этом году в новом формате. Всех желающих отдать дань героизму и самоотверженности погибших во время Великой Отечественной войны приглашают присоединиться к акции на портале деньпамяти.рф и зажечь виртуальную свечу памяти. Также на сайте можно пригласить друзей в проект и посмотреть, сколько свечей зажжено по всей стране. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 июля в России вводится обязательно маркировка лекарств. Соответствующие изменения прописаны в постановлениях правительства. Производители лекарственных средств обяжут наносить маркировку на первичную или вторичную упаковку. Это поможет избавить рынок от махинаций фармацевтики. Особенно это касается покупок лекарств через интернет. Без средств идентификации могут продаваться лишь препараты для клинических исследований и экспорта, лекарства для использования в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения опасных заболеваний. В России разработали национальный стандарт по летнему содержанию автодорог. В Росстандарте предлагают выделить три уровня летнего ремонта дорог. Высокие, средние и допустимые. Это позволит выбрать режим обслуживания в зависимости от финансирования, которого в регионах, как правило, не хватает. Сейчас документ проходит общественное обсуждение. Утвердить его планируют в январе 2021 года. После закрепления положения ГОСТа в нормативных документах, за их несоблюдение владельцам дорог будут грозить штрафы. Прием заявления о предоставлении субсидий от организации и лиц, пострадавших от последствий распространения коронавируса, продлен до 30 июня. Документы принимаются на возмещение части затрат организации на оплату труда работников, на возмещение затрат организации на оплату коммунальных услуг, на возмещение части недополученных доходов самозанятыми гражданами. Дополнительную информацию можно получить по телефону 977-42-977-53. До конца этого года очередники получат 30 квартир в социальном жилом доме на Менделеево 54. Это бывшее здание общежития. Сейчас подрядчик его полностью переоборудует. О том, как продвигаются работы и успеют ли строители уложиться в отведенный срок, расскажем далее. Вместо общежития на Зерново 54 в скором времени появится социальный жилой дом. Снаружи здание не изменилось. Внутри сделали масштабную перепланировку. Вместо нескольких комнат в блоке общежития здесь уже видны очертания будущих квартир. Всего их будет 30. 20 однокомнатных и 10 двухкомнатных. Демонтажные работы, связанные с перепланировкой, выполнены перепланировочные работы, устройства дополнительных, предусмотренных проектом, перегородок, которые составляют суть этой перепланировки помещений, монтируются инженерные системы. Контракт на реконструкцию заключили в середине марта этого года, незадолго до начала эпидемии коронавируса в стране. Ограничительные меры и ужесточение правил въезда в Саров повлияли на ход строительных работ. Проблемы у подрядчика возникали как с оформлением разрешения на ведение работы, так, соответственно, и с доступом на объекты работников, которые привлечены из предела города. Сейчас работают, форсировано, пока оснований предполагать, что сроки будут сдвигаться, пока на данный момент нет. Осталось провести пусконаладочные работы и выполнить внутреннюю отделку. Уже на следующей неделе на объект выйдут маляры и штукатуры, чтобы начать приводить в порядок стены. На первом этаже в доме одну квартиру приспособят для инвалидов колясочника. Для него сделают специальный пандус и подъемное устройство. Внутренние работы должны завершить в августе, затем здания будут готовить к вводу в эксплуатацию. Въехать в свои новые квартиры очередники смогут к Новому году. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Лето – идеальное время для велопрогулок по городу или по тропе здоровья. Но также это сезон массовых краж двухколесного транспорта. Редкая неделя в Сарове обходится без хищений велосипедов. Владельцы техники с беспечностью относятся к своему имуществу. И, оставляя на лестничной клетке, зачастую даже не пристегивают замками. Как не стать жертвой воровства и сберечь своих двухколесных коней, расскажем далее. За последние полгода семь саровчан лишились велосипедов. Лишь в одном случае транспорт удалось вернуть. Кто-то оставляет велосипед непристегнутым, кто-то бросает на лестничной площадке. Тем самым облегчает труд злоумышленников. Предотвратить кражу нетрудно. Для этого необходимо соблюдать несколько простых правил. Если рама пристегнута к колесу, то злоумышленнику гораздо сложнее совершить и похитить, потому что надо определенное количество времени нести его. Велосипед, хоть они сейчас и облегченные формы, но все равно представляет определенную массу. Полицейские советуют пристегивать колесо и раму велосипеда противоугонным тросом к трубе или забору. Это по силам даже самым маленьким водителям двухколесного транспорта. Пятилетняя Мира ловко обращается со специальным устройством и не боится оставлять велосипед без присмотра. Меня научил папа пристегивать цель специальным способом, чтобы его не украли. Лучше всего оставлять велосипед там, где есть камеры видеонаблюдения. Они отпугнут преступника, либо зафиксируют его в момент кражи. Если вы все-таки обнаружили пропажу, сразу обращайтесь в полицию. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов поймать преступника и вернуть имущество. При подаче заявления желательно иметь документы на велосипед и его фотографии. В институте эксплуатации, где указан серийный номер, который также указан на раме внизу, где педали, под педали, если перейти велосипед, то можно счетливо увидеть серийный номер, заводской номер велосипеда. При расследовании часто выясняется, что владелец небрежно относился к своему транспорту и оставлял его, где попало. Чтобы не стать жертвой воришек, ответственно подходить их к хранению велосипеда. Надежнее всего оставлять его в квартире, а не в подъездах. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Не более пяти посетителей соблюдения социальной дистанции. Художественная галерея начала работать в ограниченном формате. Пока не будет кинопоказов, открытий новых выставок и мастер-классов для детей. Для гостей подготовили дезинфицирующие средства. Но экскурсию лучше сгадать заранее, чтобы к приходу посетителей в залах сделали санитарную обработку. Две персональные выставки картин три месяца ждали своих зрителей. Полотна развесили в зале буквально за несколько дней до закрытия художественной галереи на карантин. И пока сами живописцы не попросят их вернуть, они будут находиться в Сарове. Выставки заслуженного художника России Александра Афанасьевича Колотилова, нашего большого друга города, который часто к нам приезжает. Мы 10 лет уже с ним дружим. И это третья и самая большая, пожалуй, его персональная выставка в нашем городе. И вторая выставка расположилась на втором этаже. Это Нижегородский художник, член Союза художников России. Дмитрий Юрьевич Ганин. Художная галерея начала работать с ограничениями. Двери открыты в будние дни с 10 часов до 6 часов вечера. Но приходить на экскурсию можно только небольшими группами. Если приехала семья, если вы вместе все живете, конечно, вы можете прийти, можете заказать экскурсию. Это нужно сделать по телефону. По телефону нашей кассы заявку примут, и мы вас будем ждать в назначенное время. Массовых мероприятий в художественной галерее пока проводить не будут. Показы фильмов и мастер-классы отменены. Как и во многих организациях, вся деятельность художественной галереи сосредоточена в социальных сетях. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, в Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажа в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Продолжение следует...